Всем привет, с вами S-Cube. В сегодняшнем ролике вы узнаете, как на начальном острове Трои, где совершенно нет лута, найти оружие и броню. Что же будет, если собрать все спорткары в одном месте? Как превращать обычный транспорт в настоящую подводную лодку? Покажу вам, как разом напугать всех мертвецов Трои. Вы узнаете, как связан фильм Шоу Трумана с игрой PUBG New State. Где достать аирдропное оружие без самого дропа? Также мы отправимся в совершенно новые локации, где вы можете обнаружить море дорогостоящего лута. Так что устраивайтесь поудобнее, господа, ведь мы отправляемся на раскрытие тайн самых лучших секретов PUBG New State. Ну а перед началом я хочу напомнить вам, что практически в каждом ролике я разыгрываю новенький боевой пропуск в PUBG New State. И если вы хотите абсолютно на халяву заполучить бипишку, то для этого вам необходимо, первое, подписаться на канал, второе, поставить лайк под этим роликом и третье, написать любой комментарий от четырех слов. Счастливчика мы определим с помощью рандомайзера уже в следующем ролике, ну а победителя из прошлого ролика вы узнаете в конце этого ролика. Ну а если вы не располагаете на свою удачу, но хотите без забот получать деньги на новенькие сезоны PUBG New State, то приложение Honey Gain вам в этом поможет. Данное приложение поможет вам минимальными усилиями покрывать бытовые расходы, например на Netflix, Spotify, онлайн игры, игровую валюту или доставку еды. Ведь Honey Gain это первое в мире приложение, которое позволяет своим пользователям зарабатывать деньги, используя обычный интернет-трафик. Honey Gain доступен абсолютно на всех популярных платформах, Android, macOS и Windows. После установки приложение необходимо оставить в фоновом режиме, через него ваша интернет-сеть будет использоваться компаниями для получения различной информации сети. Например, данные и сравнение цен, чтобы сформировать более низкие и выгодные цены в каком-нибудь из крупных магазинов. А благодаря другим пользователям и всей инфраструктуре приложения, вы сможете извлечь из этого выгоду и найти более лучшие цены, например на новые кроссовки или авиабилеты. Но когда у вас на счету будет 20 баксов, вы сможете их вывести на свой PayPal или Bitcoin кошелек. Ну а если при регистрации вы используете мой промокод или же перейдете по ссылке в описании, то получите свои первые 5 баксов на свой счет. Так что с помощью Honey Gain вы можете без проблем накопить себе на новенький Roll Pass без каких-либо конкурсов. Так что ссылочка в описании и пользуйтесь на здоровье. И сперва давайте начнем с классики, а то и с Эрангеля. Эрангель мы уже знаем вдоль и поперек, но мало кто замечал, что в Нью-Стейте начальный остров Эрангеля обзавелся совершенно новыми постройками. А именно, смотровой башней с радиовышкой, какими-то водонапорными башнями, небольшими постройками за гаражами и главным административным зданием, внутри которого можно обнаружить символику революционеров Эрангеля. И смотря на эти плакаты с множеством спутниковых антенн на крышах, можно сделать вывод, что именно тут, на начальном острове Эрангеля, и был размещен штаб революционеров, которые по сюжету PUBG вели войну с правительством. С этим все понятно, но сейчас эти войнушки с правительством, если честно говоря, меня мало интересуют. Сейчас меня больше беспокоит совершенно другой вопрос. Почему в главном здании штаба полностью заблокирован второй этаж? Проходы и все уступы на него полностью заблокированы. Почему? Зачем они это сделали? Что же эти революционерские пиплы пытаются от нас утаить? Может быть, планы по захвату Эрангеля? Или может, какое-то секретное оружие? Или вообще, они там спрятали самого батюшку Сталина? Вопросов действительно много, но ответ мы сможем узнать только тогда, когда сами туда попадем. Второй этаж они заблочили на славу, и как только я туда не пытался попасть. И через паркур. И словно Рэмбо влететь прямо в окно. Ну все, это было тщетно. Нужны были более кардинальные методы. Например, как гличи и баги. Мало кто знает, но с помощью небольших манипуляций можно активировать глич, благодаря которому вы сможете раз и навсегда забыть о существовании абсолютно всех игровых текстур. Кстати, как только вы соберете под этим роликом 7000 лайков, я сразу же расскажу вам, как активировать этот глич без всяких софтов, смс и регистраций. Этот баг действительно достойный, и активировать его можно буквально в пару кликов. Так что, пока вы фармите лайкосы, мы идем и проверяем второй этаж на предмет наличия всяких потайных штучек. Но, как оказалось, все. Это было зря. Разработчики совсем не позаботились о том, чтобы спрятать сюда что-нибудь интересненькое. Ведь тут просто обычный лут, который можно встретить и на любых других локациях. Кстати, вопрос на засыпку. Зачем на втором этаже этого здания вообще находится лут, если сюда абсолютно невозможно попасть? Есть ли в этом какой-то смысл, или это просто банальная оплошность разрабов? В общем, пишите ответ в комментариях. Хоть на начальном острове Эрангеля и не так уж много зданий, но лута тут предостаточно. Не сказать, конечно, что он тут какой-то супер редкий и уникальный, но для одного сквата тут есть чем поживиться. Тем более, если брать в учет аномальную зону, где постоянно падают двойные дропы. Кстати, о них. Держите годный лайфхак. Если в этой области нет синей зоны, то можете смело брать лодку и выслеживать двойные дропы. Проверено многократно и не только мной. В этой зоне действительно просто какое-то аномальное количество дропов. Так что, если вы вдруг надумаетесь летать на начальный остров Эрангеля, без лута вы уж точно не останетесь. А вот где вы точно останетесь с голой задницей, так это в Трое. Ведь начальный остров Трое, это единственная локация за всю историю всех пабгов, где лута совершенно нет. Высаживаясь сюда, вы уйдете отсюда просто ни с чем, ведь лута в этой локации в прямом смысле ноль. Данная локация вообще один сплошной рофл от разрабов, чекайте. Внизу острова нет никаких лестниц или подъемников. Вся локация стоит на сваях, на которые совершенно невозможно забраться. То есть попасть на остров можно только одним способом. Через воздух. Ну а если быть точнее, непосредственно прыжком из самолета. Это у вас отнимет несколько минут жизни. Добавляем сюда еще пару минут вашего ахуя, когда вы поймете, что лута тут совершенно нет и вы летели сюда зазря. Ну а также плюсом к этому приколу добавляем еще и полное отсутствие транспорта на, под и рядом с этой локацией. А этот остров, к вашему сведению, находится за 2 километра от самой Труэя. То есть, мало того, что это настоящая жопа мира, куда вам придется лететь целую вечность, так еще вдобавок к этому вам придется совершенно пустым, без какого-либо лута, пешочком плыть отсюда минимум полкатки. Нормально так полутались, не правда ли? Так что, пацаны, не глупите ни в коем случае не летите сюда. Вы еще матерям нужны. Ну и хоть тут абсолютно ничего нет, но я все-таки нашел один способ заполучить хоть какой-то лут. С помощью ботов. Да-да, как бы это кринжово не звучало, но единственный способ залутать этот остров, это боты. А они тут спавнятся с прибольшим удовольствием, так что вам все-таки будет чем поживиться. Но, к нашему большому сожалению, боты материализуются извне. А они приплывают на лодке. Так что берем ножки в ручки и поплыли. И пока я три ебаных часа плыл от начального острова к самой Трои, я начал задаваться вопросами. В чем заключается наш смысл жизни? Какого цвета зеркало? Имеют ли разум игроки PUBG Mobile? Когда Санек мне вернет сотку, и когда, блять, я уже доплыву на ебаную сушу с этого блядского начального острова? Вот было бы круто иметь настоящую подводную лодку, на которой можно было бы бороздить просторы дна океана. Да, вот это был бы кайф. И, как оказалось, это действительно возможно, правда лишь в одной определенной точке. А именно вот здесь, рядом с локацией Лаганвилл. Тут вы сможете почувствовать себя настоящим матросом черной жемчужины, ведь тут вы словно пират в Карибском море сможете заплывать, а после как какая-нибудь анфибия неожиданно выплывать из воды. Выглядит это максимально эпично и устрашающе. И лично я бы точно отложил пару заводов кирпичей, если бы увидел что-то подобное в живую на катке. Ну, правда из-за того, что я выбрал не особо быструю машину, я больше напоминал какую-то, знаете, черепаху, которую выкинуло на берег, нежели амфибию. Так что, если и вы хотите научиться бороздить океаны, то я вам советую брать более быстрые машины, например, как спорткары. Кстати, а вы знали, что в Трои существует только три точки спауна спорткаров? Первая локация называется Ебанит Холл. Внутри выставочного центра можно найти стенды, и как раз на одном из них и можно встретить один из спорткаров. Вторая локация – это научный центр Лэб. Справа от центрального входа есть парковка, тут-то и притаилась наша вторая машина. Ну и последняя локация – это Вермонт. Вермонт – это престижный жилой комплекс, где вы сможете найти особняк одного из богачей, который раньше здесь проживал. На его просто фантастическое финансовое благополучие указывает двухэтажный особняк с бассейном, шезлонгами, барными стойками, бескустными диванами напротив дорогущих роялей и просто кучей разбросанных бабок по всему дому. Денег тут просто неисчислимое количество. Такое ощущение, что это и есть тот самый особняк из спасаси. Денег только в одном этом доме минимум по тысячу, ну а также на втором этаже этого здания находится сейф, открыв который можно достать еще пару сотен, а иногда даже и тысячу гривен. В общем, прилетайте и лутайте, карманы вы хорошо набьете, поверьте. Ну а когда вы выйдете на балкончик, чтобы оценить красочные виды данной локации, вот тут-то вы и увидите тот самый третий спорткар, который одиноко стоит и ждет своего нового хозяина. И чтобы машинка особо не скучала, давайте подгоним к ней собратьев. Зовем своих пацанов и отправляемся на гонки. Да, гонять это здорово, но куда же без трюков, м? Так что давайте отправимся вот на эту точку рядом с карнавалом. Тут я совершенно случайно нашел скалистую местность, которая просто идеально подходит для прыжков на спорткарах. Доминик Торрент просто бы нервно курил в сторонке, если бы увидел, на что способны ваши лошадки. Данный трюк не только эффектный, но и полезный, ведь если вы не желаете проезжать через соседние мосты, вы можете буквально за пару секунд перепрыгнуть с одного острова на другой и все. Так что запоминайте эту точку с трамплинами, уверен, в будущем она вам по-любому пригодится. Ну или по крайней мере вы таким образом сможете напугать или же наоборот под фон поразвлекать свой сквад. Да, налетать с помощью трамплинов словно птица, это хорошо, но это все же не наш уровень. Нам нужно что-то более мощное и масштабное, чтобы если уж летать, то как орел, а не как побитый воробей. Именно поэтому я и отправился на Эрангель, ведь на данный момент это единственная карта в PUBG New State, где вы сможете обнаружить настоящих механических птиц, а именно аэропланы. Кстати, как и спорткары, аэропланы спавнятся только в одних определенных местах. Всего на карте 10 таких точек и отправляясь в любую из них, там вас всегда будет встречать заправленный аэроплан. И если честно, подобной штуковиной я управлял впервые. И мне, будущий чуваку, который на золото прошел авиашколу в Сан-Андресе, с большим трудом дался этот вид транспорта. Так что хоть и управление аэропланом, мягко скажем, поносное, но все же на данный момент это самый быстрый способ передвижения по Эрангелю. Так что запоминаем точки спавна, немного практикуемся и наслаждаемся видом сногсшибательного Эрангеля с высоты птичьего полета. Кстати, пока я летал и осматривал владения Эрангеля, я совершенно случайно наткнулся на новую локацию. На самой карте она никак не именуется, но находится она вот здесь, прямо под тюрьмой. Хоть тут и нет ничего сверхъестественного, но я просто хотел показать вам, что на старых картах все-таки начало появляться хоть что-то новое. Данная локация абсолютно уникальна, ведь ничего подобного вы не встретите ни на одной другой карте. Из себя же она представляет какую-то незавершенную стройку. Судя по плану строительства и расположению комнат, это был типичный дом из обычных кемпов. Но благодаря этому недострою, теперь мы можем увидеть его начальный этап стройки, что-то довольно-таки интересно. Хоть лута тут и не особо много, но полазить и попаркурить тут вполне хватит места. Да и вообще, давайте будем откровенны. Абсолютно все шкальцы любят шататься по всяким бомжатским заброшкам, так что берите эту локу на заметку и лучше шатайтесь по заброшкам в папке, чем в реальной жизни. Так хоть безопаснее будет, ибо никакой наркоши вас тут точно не уколет. А то так чик-чик и все. Труп! О, кстати о трупах. Бывали ли вы на кладбище втрое? Она находится вот здесь. Лично я крайне рекомендую данную локацию, так как сюда практически никто не прыгает, а вот лута тут хватит на целый скват. Ну а также эта локация примечательна тем, что в ней присутствует уникальный интерактив, которого нет ни на одной другой локации. Это птицы. А если быть точнее, вороны, сидящие на могилах и ждущие, чтобы напугать вас до полной устрачки, пока вы просто спокойно лутаетесь. С одной стороны, да, они вас будут просто дико бесить, ибо это просто лютейшие скримеры, но можно пойти от обратного. Использовать их против ваших же врагов. Если вы понимаете, что на кладбище вы не одни, то прислушайтесь к воронам. Вороны реагируют на мимо проходящих игроков, поэтому если вы услышите этот мерзкий ор, то теперь-то вы знаете, где находится вражина. Также у меня в кармашке есть еще один лайфхак, только против самих воронов, чтобы они на вас абсолютно не реагировали. И для этого вам нужно, как бы это банально не звучало, просто присесть. Да, все банальное просто. Просто присев, вы до такой степени станете неинтересны воронам, что они позволят вам вплотную подойти и рассмотреть их поближе. Но все равно, предупреждаю, будьте крайне осторожны с ними. Эти птицы очень опасны. Ну а пока вас откачивают от моего просто потрясающего скримера. Давайте забежим в церковь и поставим свечку за вашу покой. Ну а также позвоним в колокол, который находится на чердаке этой церкви. Попасть туда можно с помощью ящиков сбоку здания, либо же прямо из главного зала церкви. И с помощью вот этой вот весельки вы сможете позвонить в колокол, звон которого будет слышен по всей округе кладбища. Зачем и как вам это понадобится, я вообще понятия не имею. Но как такой большой интерактивчик, прикольно. Пару раз с этой игрушкой побаловаться можно. А вот что для нас точно не игрушки, так это оружие. Тем более аэрдропное оружие. А что если скажу вам, что теперь, чтобы достать аэрдропное оружие, теперь вам совершенно не нужен сам аэрдроп. Сейчас все расскажу. Для этого вам нужно отправиться в Честер. Здесь находим полицейский участок и проходим через ресепшн главного входа. С левой стороны от входа можно будет обнаружить камеру, внутри которой находится сейф с оружием. И это именно то, что нам нужно. Именно благодаря этому сейфу у вас и будет шанс получить настоящее аэрдропное оружие. Для составления какой-то более конкретной статистики мне пришлось сюда прыгнуть порядка 20 раз. И в большинстве случаев в этом сейфе спавнится три вида пушки. А именно СЛР, АУК и, конечно же, АВМ. Сама же локация находится недалеко от центра карты. И Честер практически всегда попадает под траекторию самолета. Поэтому теперь вы сможете практически с первых же секунд катки обзавестись топовыми пушками без самого аэрдропа. Единственный минус этого сейфа это сирена. После его открытия в здании включится просто громкий мерзкий писк. А это вашим противникам даст понять, что теперь у вас есть какой-то хороший лут и начнут на вас охоту. Так что будьте с этим поаккуратнее, ибо дроп-дропом, но все-таки на коротких дистанциях АВП уже мало чем поможет. А знаете, что вам тут поможет? Сейчас расскажу, вы просто офигеете. Помните ли вы такие бомжатские пушки, как бурста или мутант? Да, это те самые пушки, которые вы никогда в жизни даже и не поднимаете, потому что они стреляют очередями. Вы всегда лучше предпочтете взять с собой какой-нибудь юмп, нежели бурсту. А зря. Вы не поверите, конечно, но в PUBG New State мутант с бурстой является просто дико дисбалансным оружием. И я вам говорю на полном серьезе, теперь мой основной комплект в игре, который я ищу на постоянных основах в катках, это бурста в комплекте с миником. И поверьте, этот комплект будет похлеще грозы с ВМ, а знаете почему? Все дело в этой прекрасной штучке, которую можно вызвать с помощью дрона за 500 налутанных гривен. И после того, как вы закастомизируете свою тыкву, то у вас в руках появится просто настоящий монстр. Только зацените, вот так бурста стреляла до кастомизации. А вот так после. 40 патронов, высокий урон, быстрая скорострельность и просто нулевая отдача. Ну только посмотрите, все бьет ровно в одну точку. Данное оружие будет намного круче даже той самой М416, который все по привычке считают самой лучшей пушкой в игре. Но это уже не так. Забудьте. Вот какая пушка сейчас самая имбовая в игре. Это бурста. С мутантом абсолютно такая же тема. Это имба. Но лично мне в нем не очень нравится отдача и меньшая вместительность патронов, но урон в нем значительно выше, чем у бурсты. Так что идите на полигон и проверяйте все сами. А на самой же катке находите бурсту, миник и тысячу гривен. Заказывайте сразу два комплекта прокачки на миник и бурсту и все. Поздравляю вас с изичным топом 1. Ну а на этом все, друзья. Надеюсь, сегодняшние советы вам помогут на полях сражения и вы сможете чуть легче завоевывать свои победы. Если мне удалось вас удивить или вам было просто интересно, то можете подписаться и на другие мои платформы, где я выпускаю различный контент. Например, на мой второй канал, где я делаю небольшие ролики по PUBG New State. На мой TikTok, на котором в основе также PUBG тематика. Ну и конечно же Telegram, где я пащу свои мысли и новости по различным играм. Абсолютно все ссылочки вы найдете в описании, так что заглядывайте ко мне почаще и не только на этот канал. Я буду всем рад. Ну а если вы досмотрели ролик до конца, то пишите в комментариях число 782. Посмотрим, сколько нас. Ну а на связи был S-Cube. Играйте только в хорошей игре. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok